Всем привет дорогие друзья, с вами снова Донни и сегодня мы снова играем на NextRP. Итак друзья, на проекте в очередной раз вышло обновление, которое называется Сокровище. Данное обновление включает в себя новое хобби, а именно поиск сокровищ. Добавили лавку кладоискателя, которая доступна с 6 левела, это магазины в которых мы можем приобрести новые лопаты, карты сокровищ, а также продать свою добычу. И также сам поиск сокровищ, который также доступен с 6 левела, представляет из себя следующее. Теперь ты можешь не только отдыхать на свежем воздухе, но и находить сокровища, главное чтобы было побольше места в рюкзаке. С каждым новым найденным кладом растет шанс найти самую дорогую находку, которая стоит 50 тысяч рублей. По описанию все максимально понятно, поэтому друзья, хватаем тачку и направляемся в лавку кладоискателя, который располагается, получается, где? А где она располагается? В двух километрах. В принципе, ехать недолго, поэтому, ребята, поехали. Как раз по пути заедем, отремонтируем наш Мерседес, который мы разбили. Вообще, я его часто разбиваю, потому что он неуправляемый совершенно. Почему-то, значит, пес мне показалось, что нужно ехать в восточный город. На самом деле, нужно ехать вообще на запад, в сторону военной базы, аэропорта. Короче, ребята, поехали. Я уже машинку поменял, потому что на Мерсе совершенно невозможно спокойно кататься. А Гера для меня, честно говоря, как-то покомфортнее. Она управляется легче, но она пока в стоке. Но, друзья, это временно. Так, ну что же, мы уже, как я понимаю, потихоньку подъезжаем к месту назначения, к месту расположения лавки кладоискателя. Наконец-то мы прибыли в место расположения лавки. И здесь, конечно, сегодня полнейший ажиотаж. Людей очень много. Обнова буквально вот вышла, получается, что сегодня или вчера ночью. Поэтому, ребята, записываю для вас прям максимально сразу новенькую серийку. И давайте посмотрим, что же здесь можно у нас купить. Так, поиск сокровищ. Для поиска сокровищ тебе необходима лопата, а также карта. За каждое действие с лопатой расходуется ее прочность. Так что будь внимательнее. Как укомплектуешь свой рюкзак, полностью приезжай продавать сокровища. Окей, так, снаряжение. Значит, можно купить лопату. А, нужно по очереди разблокировать все предметы. Ну, давайте разблокируем. Покупаем максимальную лопату. А давайте сразу купим, например, 10 карт. Вот таким вот образом. Так, дальше рюкзак у нас максимальный уже есть. Все, мы полностью комплектовались. Поэтому берем нашу агеру. Конечно, в идеале, ребята, этим заниматься на каком-нибудь внедорожнике. Потому что сами понимаете, что на агере кататься по бездорожью это не круто. Но вы понимаете. Так, и у нас получается, что в инвентаре появились карты сокровищ. Так, наведите на себя, чтобы взять карту в руки. То есть нужно выйти. Окей, давайте мы выйдем. Так, и наводим карту на себя. Вот получается, перед нами располагается карта сокровищ. А это у нас получаются какие-то стоги сена. А начать поиск клада. Точка указывает на совершенно другой конец города. Это новый остров, который добавили недавно. Там Олимпийский остров. Там Олимпийский, точнее, городок. Ладно, поехали. Надеюсь, что я смогу что-нибудь по-настоящему годное найти. Вообще, даже интересно узнать, что представляет из себя клад. Сокровища там, вы понимаете. Это просто какой-то будет предмет, который можно будет продать. Или это какие-то вещи, которые можно будет как-то взять. Там, типа, в инвентарь положить. О, чувак на жиге. Кстати говоря, уже очень давно хочу прокачать свою агеру. Ну, как-то все руки не доходят. Но, ребята, я это сделаю уже скоро. Скорее всего, через пару серий. Может быть, даже в следующей серии я прокачаю себе эту тачку. И уже после этого мы посмотрим максимальную скорость, которая вообще может выжать эта тачка напрямой. Ну что же, вот мы и подъехали к месту расположения первого клада. Да, у нас здесь как бы располагаются стоги сена, что, в принципе, я ждал увидеть. Так, подъезжаем сюда. И далее нужно что? Нужно поиск сокровищ. Достать лопату на аж. Так, достаем. Не копай, не копай. Давай, а где? Вот здесь, копай. Здесь, да? Да, да. Ага, спасибо. Так, ну нам сказали, что это где-то здесь, поэтому пока копаем. Поздравляем, ваши добычи серебряные кувшины. Они весят 4,7 кг. Окей, забираем. Следующий клад у нас располагается где-то вот здесь. Я не понимаю, что это за место, как бы, на самом деле. Поэтому ставим GPS. Это у нас далеко. Окей, ребята, поехали. В общем, на сегодня план таков. Собираем где-то 2-3 сокровища. После этого едем их продаем. И смотрим, сколько же в итоге мы с этого дела получаем. Если это вдруг окажется реально прибыльным делом, то тогда, ребята, это просто обалденный способ зарабатывать деньги. Поэтому поехали. Ехать нам, в принципе, остается недолго. Там полтора километра, видимо, за эту гору. Поэтому, ребята, поехали. И там мы уже продолжим. Ну что же, мы подъезжаем к месту расположения второго клада. И если с первым было легко, с первым мне подсказали, где он находится, то со вторым я даже не знаю. Здесь нам уже никто не подскажет. Никого здесь нет. Поэтому достаем лопату. И, короче, погнали. Оказалось, что здесь ничего нет. То есть нужно просто где-то бегать и искать. То есть либо нужно знать месторасположение, либо вот так вот копать, долго искать, где же, где же находится место расположения клада. Здесь ничего нет. А зона, между прочим, на радаре не маленькая. Поэтому процесс как бы может затянуться. Поэтому, друзья, ну вот, возможно, сейчас я вам покажу месторасположение второго клада, если я его сам найду. Здесь ничего нет. А где его искать-то? Блин, а где реально искать клад? Я не знаю. Давайте здесь попробуем. Зона ведь реально огромная. Просто огромнейшая зона. Никаких подсказок. Нет, ничего нет. Просто вот в рандомном месте копаю и все. О, нашел. Так, поздравляем. Ваша добыча необработанный изумруд. Весит 3,3 килограмма. Окей, забираем. Так, ну что же. Нашли два сокровища. Ребят, запомнили, да, где? Второе сокровище находится вот здесь. Поэтому, если вдруг вы приехали искать сокровище, то приезжайте вот сюда, а здесь вот копайте. Окей, поехали дальше. Так, давайте мы выберем третью уже карту. Это у нас какие-то деревья. А, и крест стоит, получается, около какого-то дерева, да? Ну, допустим. Окей, берем место расположения, где это располагается. Слушайте, ну как бы карты располагаются друг от друга довольно-таки далеко. Это тоже располагается в трех километрах. Поэтому, ну, поехали, посмотрим. Это получается нам ехать аж вот сюда вот. Ну ладно, окей, ребята, поехали. Надеюсь, сейчас мы быстренько доберемся. В принципе, там по шоссе просто ехать. Ну, конечно, в идеале сокровища нужно искать не на Кюнигса Геогере, то есть вы понимаете. Нужно искать на каком-нибудь внедорожнике. Это было бы, конечно, вообще идеально. Итак, подъехали мы к месту расположения третьего клада. И я помню, что крестик стоял около этого дерева. То есть, так, нужно, видимо, на маркер зайти сначала. Так, заходим на маркер. И крест на фотографии на карте стоял где-то вот здесь вот, ребят, понимаете? То есть, на картах стоят, видимо, крестики, которые показывают точное место расположения клада. Так, копаем, копаем, копаем. И здесь ничего нет. Да ладно, в смысле? Точно вы увидите? А, либо с другой стороны, да? Похоже, что фотка была сделана как-то вот отсюда. Похоже, что да, поэтому копаем здесь. Ну, сейчас-то я должен, по идее, найти клад. Да, нашел. То есть, ребята, изи профит. Поздравляем, ваша добыча, серебряный набор. 4,4 килограмма. Окей, ребят. Прямо сейчас мы достаем последнюю, точно последнюю карту. И это у нас где-то... Где это, где это? Какие-то бордюрчики. Какой-то угол. Сзади деревья. И крест у нас стоит вот здесь. Вот, напротив белого кубика. Окей, так, начать поиск клада. Опять 3 километра. Окей, ребята. Уже это будет стопроцентно последний поиск сокровищ на сегодня. А это вообще где? Это у нас где-то... А, это около аэропорта получается. Йоу, ничего себе. Далеко, конечно, ехать. Но это уже будет стопроцентно последний клад, который мы найдем. После этого мы все это дело продадим. Как раз там поблизости получается, что это лавка кладоискателя. И посмотрим, сколько же в итоге я смогу на этом заработать. Окей, ребята, поехали. Почти подъехали. Мы уже к месту расположения последнего клада на сегодня. И, конечно, да, ребят, здесь нужно иметь внедорожник. Сто процентов. Подходим на маркер. Но мы-то, ребята, с вами знаем, что там стояли крестики, которые показывали, что клад находится вот здесь. А, или наоборот. Или наоборот с той стороны. Где-где-где-где. Вроде как, если я не ошибаюсь, то здесь. Поэтому копаем. Так, копаем-копаем. И да, нахожу опять серебряный набор на 4,3 килограмма. Окей, забираем. И, ребята, бежим сейчас в лавку кладоискателя все это дело продавать. Благо, она находится максимально близко, буквально через дорогу. Поэтому поехали. И посмотрим, сколько же в итоге я смог заработать за полчаса поиска клада. Окей, это нам нужно подъехать вот сюда. Да, конечно, Агера просто брюхом сажается на грязь. Это, конечно, не круто. Но что поделать. Лавка кладоискателя. Подходим сюда. Продать. И можно продать все наше добро за 29 тысяч рублей. Ну да, ребята, продаем и зарабатываем деньги. Ну и получается как-то вот так. Добавили прикольное обновление, которое включает в себя поиск клада. Это реально альтернативный способ зарабатывать деньги на NextRP. Поэтому, если вам, например, надоело кататься на такси или же там работать на заводе, то вот, ребята, просто можете искать сокровища и зарабатывать, в принципе, неплохие деньги. Ну а на этом мы будем эту серию заканчивать. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok